Ответственно говорю, член Верховного Совета России в то время. Горбачёв и Ельцин. Это антиподы? Или две куклы, которые были одеты на одну руку? Михаил Горбачёв. Благодушный недоумок или предатель? О! Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. О, многое для меня до сих пор загадочно. И в девяносто первом, и в девяносто третьем. Хотя продолжаю собирать по крупицам знания о тех событиях. Почему я говорю так о Горбачёве? Потому что для меня несомненно, что это государственная измена. Формально начавшаяся, как минимум, с Мальты, когда Горбачёв в тайне от советского руководства встретился с президентом США Бушем-старшим, не взяв с собой, вопреки всем международным традициям, переговоров, не только помощника, но даже переводчика. Как же он с ними общался? Он не знает английского языка. Мне впервые об этом рассказал Юлий Александрович Квицинский. Он говорит, обратите внимание, что-то произошло на Мальте. Потому что Горбачёв пошёл навстречу один на один и не взял с собой никого. Вернувшись, нам никому не сказал, о чём он говорил с Бушем. И у меня где-то в 97-м году представилась возможность узнать, а что же там было, когда я встретился в Берлине на одном из симпозиумов с госсекретарём Буша-старшего Джеймсом Бейкером. И я господину Бейкеру в перерыве, пригласив дипломата из нашего посольства, переводить нашу беседу. Поэтому у меня даже есть свидетели этой беседы. Задал один вопрос. Говорю, господин Бейкер, а вы помните встречу Горбачёва и Буша на Мальте? Он говорит, конечно. Я вернулся в свою каюту, а встреча была на кораблях. У меня рука была синяя. Я говорю, в каком смысле? А я себя щипал, не сплю ли я? Я для себя делаю первый вывод, что с советской стороны был один, без переводчика, президент СССР, а с американской, кроме переводчика, как минимум ещё госсекретарь на встрече один на один. А может, ещё кто-то. Я говорю, господин Бейкер, а что вас так поразило в позиции Горбачёва? И вдруг он говорит, а когда только господин Горбачёв пришёл, он сразу сказал, что советское руководство приняло решение о ликвидации Варшавского договора. Кстати говоря, это решение было принято только в 91-м году. А встреча в 89-й. Поскольку тема не была заявлена на переговоры, американцы были не готовы к постановке вопроса, они попросили перерыв. То есть они даже офигели. Они просто были в шоке. Они попросили его попить кофе и ушли обсудить его предложение. Они обсуждали, удастся ли им уговорить европейских союзников ликвидировать НАТО. А нужно ли им самим ликвидировать НАТО. И посчитали, что нет, НАТО им как-то не хотелось бы ликвидировать. Оно им выгодно во многих вопросах. И вернувшись к Горбачёву, говорят, а каковы условия Советского Союза в связи с ликвидацией Варшавского договора? И президент СССР сказал, никаких условий. Никаких. Ну что, Сашок с ума, Сергей Михайлович? Да нет, вот это и означает государственное преступление. Потому что никаких решений об этом не было. Я очень сожалею, что я в тот момент не поинтересовался у Бекера, звучала ли на переговорах фамилия Чаушевского. И поэтому я не знаю. Но у меня есть предположение, что это не могло не звучать, потому что цепь событий говорит о том, что именно там Горбачёв согласовал убийство Чаушевского. Ведь летом, до этой встречи на Мальте, на совещании глав государств социалистических стран Европы, это Организации Варшавского договора, СЭВА, хотя многие из руководителей в тот момент уже были сменены, Горбачёв предложил подписать заявление совместное в итоговом документе, отметить, что мы больше не вмешиваемся в дела друг друга, предоставляя всем возможность самим развиваться как хотите. Это означало отказ от принципа интернациональной помощи. Это все прекрасно поняли. Эриха Хонекера с этого заседания увезли прямо в больницу. У него случился приступ, и его увезли прямо в больницу. А Чаушевску встал и публично сказал, «Вы, товарищ Горбачёв, мало того, что предаете свою страну, вы предаете социализм». Горбачёв понял, что лидером оппозиции против него внутри социалистических стран становится Чаушевску. Более того, летом Чаушевску на партийном съезде в Румынии, румынской компартии, прямо сказал, что Горбачёв разрушает Советский Союз, он разрушает Варшавский договор, он не хочет будущего. И им нельзя идти вслед за Горбачёвым, им нужно создавать новый социалистический союз, куда он предложил, чтобы вошла Румыния, Китай, Албания, Вьетнам, Куба, Северная Корея. И поэтому к осенней встрече на Мальте у Горбачёва Чаушевску был уже за проблемой номер один. И не случайно через несколько дней после встречи на Мальте в Румынии начались, вдруг начались беспорядки. Не случайно после этого Чаушевску был вывезен за город. Вначале под предлогом его безопасности. А вслед за ним прилетел вертолёт уже с составом суда. Причём это было на территории воинской части абсолютно лояльно Чаушевску. И командование бы, конечно, не допустило всё, что там произошло, если бы во главе всей бригады, которая чинила суд и расправу, не стоял заместитель министра обороны Румынии генерал Стэн Кулеску. Вот то, что я вам говорю, это официально подтверждено показаниями генерала Стэн Кулеску, данными в румынской тюрьме в 99-м году. После событий 89-го года, когда румыны начали расследовать трагедию в Чемишуаре, выяснилось, что приказ стрелять по людям в Чемишуаре и приказ стрелять по людям в Будапеште потом отдавал не Чаушевску, а генерал Стэн Кулеску. Выяснилось, что рядом с ним, по его словам, и в том числе в момент инсценировки суда над Чаушевску и в момент расстрела Чаушевску и его жены, были офицеры групп, потому что он всё делал по указанию Москвы. Вот роль Горбачёва. Поэтому декабрь – это финал. Это трагично, что у нас нет до сих пор официального расследования тех событий. Я убеждён, что если мы являемся геополитическими наследниками великой державы Российской империи и Советского Союза, мы обязаны выяснить правду. Ельцина уже нет, но Горбачёв, пусть он и полувыжил из ума, но какие-то вопросы ему задавать надо. Да, пока есть такая возможность. Почему я об этом с грустью говорю? Потому что мы сегодня повторяем почти один к одному все ошибки, которые были допущены руководством Советского Союза в конце 80-х годов или руководством Российской империи в начале 20-го века. Прежде всего, в обществе отсутствует цель существования. Вот наши предки в 20-м веке, может быть, заблуждались, они строили коммунизм. У них была великая цель. И за этой великой целью шли не только наши предки, а весь мир потянулся к светлому будущему. Затем была допущена мировоззренческая стратегическая ошибка, когда Хрущёв записал в программе КПСС, что коммунизм будет построен в 80-м году. 80-й год пришёл, но коммунизма нет. И новой цели нет. Ведь до конца существования коммунистической партии Советского Союза, до 91-го года, другой программы принято не было. В Конституции цель, и сегодня у нас отсутствует. Мы социализм в обществе везде пугливо вычеркнули, капитализм стыдливо не записали, и в результате что мы имеем? Сопретили госидеологию. Нет, но то, что у нас Конституция 93-го года, это Конституция национального унижения и национального самоубийства, это однозначно. Там, во-первых, вот вы правильно говорите, норма, по которой нам запрещено иметь идеологию. И все идеологии равноправны, вот просто вдуматься, что такое равноправие всех идеологий в обществе. Это уравнять добро и зло. А что такое уравнивать добро и зло, это говорит святейший патриарх Кирилл, это уже апокалипсис, это уже конец света. То есть вот наша Конституция, сделав очень многое, вымарав из своего текста, как это было в советских Конституциях, что брак – это свободный союз мужчины и женщины. У нас не упоминается состав семьи по Конституции. То есть у нас Конституция открыла двери для однополых семей.